МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире ПС-Информ. Самые последние новости, актуальные темы и проблемы. Поделиться своими мыслями может каждый, дозвонившийся в студию телеканала ПС. Телефон прямого эфира 639-717. И вот о чем мы будем говорить сегодня. Михаил Силанти в своем телеблоге расскажет о том, зачем нужны продуктовые карточки. Депутат Госдумы Ярослав Нилов внесет ясность в вопрос о том, почему прокуратура региона протестовала областной закон о местном самоуправлении. Его коллега Ольга Епифанова объяснит, зачем нужен новый законопроект о лифтах. Эти и другие новости обсудим с гостем программы, сенатором Виктором Павленко. Итак, член Совета Федерации России от Архангельской области, гость ПС-Информ сегодня. Виктор Николаевич, я рад вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте! Итак, Виктор Николаевич, в Сенате вы не просто представляете интересы нашей области, но входите в состав комиссии по местному самоуправлению, федеративному устройству, региональной политике и делам Севера. А вот какие дела Севера сегодня в Верхней Палате Парламента страны считаются приоритетными, важными? Ну, я действительно вхожу в комитет. Комитет очень серьезный, федеративное устройство, местное самоуправление, делам Севера. И не случайно выбрал этот комитет, это один из основных комитетов и в Совете Федерации. И я представляю интересы в гратор Архангельской области. Поэтому, посоветовавшись с ним, конечно, вошел в этот комитет. И очень важно, что дела Севера. Архангельск, конечно, столица Севера, мы так считаем. И, конечно, этого надо добиваться и участвовать во всех программах. Поэтому это дает возможность работать в этой комиссии, вносить предложения, которые вносит правительство Архангельской области, губернатор, доносить их в Совет Федерации, включать их в протоколы и двигаться по тому, чтобы Архангельск действительно был включен в эту программу. Хотя вопросы очень серьезные, как вообще с самой программой, с законом развития Севморпути и Арктики. Но сейчас я еще вошел в состав Совета, при Совете Федерации, который возглавляет Штеров Вячеслав Анатольевич, где рассматриваются злободневные вопросы, включаются конкретные программы. Такое заседание прошло буквально несколько дней назад. И еще раз говорю, что мы должны приложить все усилия, чтобы Архангельск занял достойное место в развитии Арктики и получил от этого развитие. — Вы в своем интервью уже в качестве сенатора вновь высказали точку зрения о том, что Архангельск — это ворота в Арктику. И именно с развитием Арктики у нас сегодня связаны большие проекты. А вот у вас, как у сенатора, есть видение, как это можно сделать законодательно? То есть закрепить за нашим областным центром вот этот флагманский статус и наделить его некими преференциями? — Вы совершенно правильно говорите о том, что сегодня большой пробел законодательно вообще по Арктике, по Севморпути. И сегодня главная задача и депутатов Государственной Думы, и нас, сенаторов, все-таки законодательно закрепить. И в том числе закрепить и роль, мы же говорим, как флаг, как какая-то цель Архангельской столицы Арктики. Но здесь я вижу все-таки исторический опыт и современный опыт. И сегодня ведь главная задача, скажем, загрузиться в Морпути, для того, чтобы был он экономически выгоден, для того, чтобы инфраструктура была со стороны государства, но пользовались этими коммерческие структуры по кратчайшему перевозу грузов с Европы в Азию. И в этом Архангельск должен сыграть какую роль? Ну, прежде всего, вижу, конечно, противники Архангельска в том, что Мурманск там не замерзающий порт, круглогодичная навигация, то Архангельск мог бы стать все-таки июль-август. Хоть и короткий период навигации, но плечо к многим объектам Арктики самое короткое. Поэтому здесь логистическая схема, она просматривается раз. Схема кратчайшего аэродрома, новая земля тоже с ее сейчас развитием. Потом Белкомур. Если там все-таки проект Белкомура будет использован, то здесь уже загрузка, о том, о чем я говорю, загрузка Севморпути. То есть вот этот ряд вопросов, которые мы ставим сегодня, должны были найти отражение в законе, который сейчас разрабатывается, рамочный закон, в государственной программе Государственного комитета по Арктике, в совместной работе, возглавляет его вице-президент Рогозин. Поэтому вот эта работа комитета, в Совете дает возможность и должна дать все-таки результат для города Архангельска, Архангельска области. Но мы знаем, что 7 районов входят в арктическую зону, 3 города. Вот сейчас добавятся еще два района. Это Лешуконский район и Онега. Поэтому главное отстоять и участвовать во всех этих программах, вот моя главная задача. А вот эти два района, Лешуконский и Онежский, они уже войдут, то есть уже есть соответствующие решения? Решения нет, но такое решение, это предложение есть, к 7 районам, и я думаю, что оно будет поддержано. Ну, во всяком случае, мы этого добиваться будем. Виктор Николаевич, Вы уже сказали о том, что взаимодействуете с комиссией по Арктике, которую возглавляет вице-премьер Рогозин. Не могу не спросить про арктический медицинский центр, о котором много говорится сегодня, но вот может Вы нам прольете свет на эту тему также? Значит, одно из предложений по включению конкретного программы задействовать город Архангельск, это создание арктического или полярного медицинского центра. В связи с тем, что здесь есть у нас современнейший профессиональный университет по подготовке медицинских кадров, есть соответствующие больницы, то есть Архангельск мог стать центром для этого. Такие вопросы, этот вопрос включен в программу, он рассматривается и получил поддержку. Поэтому мы тоже будем отставать. Сегодня я еще раз хочу сказать, что вопросы правовые, это главная задача все-таки правовой статус обеспечить и наполненным содержанием, эта работа активно ведется. То есть сегодня такого пока конкретного результата нет, но идет массовая работа с различными департаментами, комитетами, министерствами, коммерческими структурами различного характера, города, участвовать в всеморпуте от Мурманска до Владивостока. И здесь, конечно, очень большая задача и предложения были и губернатора, который мы отстаивали, это и развитие населенных пунктов, которые не просто там вахтовый метод был, а сейчас особый отток, и это плохой признак населения с района Крайнего Севера, Арктики, это должны быть предусмотрены определенные льготы и так далее. И что касается Арктики, Северов, много очень различных законов предусмотрено в различных законах. То есть сегодняшняя задача вот в этот закон, значит, как он будет называться, Арктики, Крайнем Севере, значит, свести, чтобы это был единый, мощный, работающий закон. Консолидировать, одним словом, все имеющиеся. Консолидировать и свести это в один закон. Виктор Николаевич, приоритетные и перспективные задачи сегодня стоят, в том числе и перед Вами, как перед сенатором. А вот такой вопрос. Павленко-сенатор скучает по Павленко-мэру сегодня? Чей портфель легче, сенаторский или мэрский? Хороший вопрос. Павленко-сенатор не скучает по Павленко-мэру, он скучает по городу Архангельску. Это точно. И я, конечно, желаю и нынешнему руководству города, чтобы те программы развития, они просто продолжались, и наш город становился все краше и лучше. Вы сказали о тех предложениях, которые уже есть относительно федеральной, арктической темы. По нашей области, какие предложения сегодня есть у Вас в сенаторском портфеле? Может быть, они уже реализованы? Мы рассматриваем, Вы имеете в виду вообще, не только в рамках Северова, но мы рассматриваем, один из таких важных вопросов, это развитие и работа пригородных железнодорожных поездов. Это очень важно для Архангельской области. И здесь вместе с правительством области совместно отстаиваем выделение средств на эти цели. Здесь принцип, он такой, и выделяется большие, серьезные деньги с федерального бюджета, но должно быть предусмотрено софинансирование. Здесь Архангельской области правительство области соблюдает этот порядок, поэтому деньги будут выделены, и я могу сказать, что в этом году проблем с пригородками не будет. То есть, Вы, как сенатор, уже можете заявить, что вот в 2016 году первый, скажем так, результат этой совместной работы Совета Федерации и нашего региона, нашего правительства... Да, уже есть. И вот как раз о взаимодействии с правительством, с губернатором Игорь Орлов о Вас, как о сенаторе, в одном из интервью сказал, цитата, как о человеке с суперкомфортным контактом. Но мы знаем, что еще недавно отношения с главой области были, скажем так, непростые, были спорные моменты. Как работает сегодня и над чем вообще еще идет с работой? Ну, спорные моменты действительно были, но у нас достаточно конструктивная работа была с Игорем Анатольевичем. Надо сказать, что он человек здравый, взвешенный, государственный человек. Поэтому тут, может быть, у нас разные подходы. И то, каждый ведь отстает свою точку зрения в части ему отвечать, и он отвечает за всю Архангельскую область. Я отвечал за город Архангельск. И поэтому, конечно, мне хотелось бы получить, наверное, справедливо, все-таки, город Архангельск, это 357 тысяч жителей, получить большие средства для горожан, для строительства дорог, строительства жилья, инфраструктуры и так далее. Но бюджет сложный, поэтому, конечно, Игорь Анатольевич отвечает за все. Я благодарен ему за предложение, которое он сделал, мне быть его представителем в Совете Федерации. У нас складываются нормальные, хорошие отношения. Мы общаемся еженедельно по телефону и чаще. Он ставит какие-то задачи по решению. Вот я вам привел пример по пригородке, другие вопросы, что касается вопросов развития Арктики, Севморпути, других вопросов в работе с Министерством. Я думаю, что в дальнейшем так оно будет и складываться. Потому что сенатор и Совет Федерации это палата регионов. Поэтому мы должны донести и пролоббировать в хорошем смысле слова то, что нужно городу Архангельску, Архангельску области максимально комфортно для нашей области. Это мы будем делать. И для каждого жителя региона. Да, безусловно. Виктор Николаевич, мы продолжим нашу беседу, а пока я хочу обратиться к интересным данным соц. опроса Всероссийский Центр изучения общественного мнения опубликовал индексы социального самочувствия россиян в январе. Довольны своей жизнью 45% соотечественников. Совершенно не устраивает ситуация 24% опрошенных. Отчасти устраивает, отчасти нет 31%. 27% считают, что их жизнь через год ухудшится. 21% улучшится. 38% полагают, что останется без изменений. Виктор Николаевич, такие данные никогда не остаются без внимания и в правительстве страны, и в обеих палатах федерального собрания. Помогают ли подобные опросы, подобные исследования в дальнейшей работе и находить для власти правильные решения? Они не только помогают, они специально заказываются для того, чтобы власть в различном уровне, от президента Российской Федерации до Совета Федерации определилась, какие приоритетные направления нужны для того, чтобы, прежде всего, это социальная поддержка населения, особенно в этот сложный период, когда кризис происходит, поэтому необходимы и правительства, и мы строим работу, как раз полагаясь на эти сведения. А вы можете сделать сегодня какие-то прогнозы, как изменится жизнь россиян на этот год, через год? Ну, это прогнозы дела такое неблагодарное, но, исходя из той информации, которой я обладаю, я думаю, что те меры, которые правительство, президент Российской Федерации, прежде всего, и Совет Федерации, и государство, дума, предпринимает, думаю, что хуже не будет, это точно. И вот последняя инициатива Владимир Владимировича Путина, президента нашей страны, о приватизации государственных объектов, крупных государственных объектов, я думаю, что добавит в бюджет соответственно денег, но это важно, вы спросите, так что, вот их заработать и проесть, а потом дальше хатрование расти? Нет. Президент говорит о том, что это будет особая приватизация с условием, что, ну, во-первых, основные пакеты акций останутся в России, в российских предприятиях, правительства России, да, вот, а это с развитием, то есть, если придут различные компании, то это с развитием, поэтому я думаю, что это не только укрепит наш бюджет, но и даст развитие экономики. Ну, и привлечение инвестиций в том числе. Ну, безусловно, так и на это и направлено, только развитие только с привлечением инвестиций, если их не хватает в государстве, особенно в кризисный период, конечно, я думаю, что здесь очень логично, что, ну, достойная, проверенная компания, внесут инвестиции для развития того или иной отрасли. Виктор Николаевич, к теме инвестиций особо важной мы еще вернемся в дальнейшем. Сейчас хочу сказать о том, что вы дважды избирались на пост мэра города и, собственно, в теме следующей нашей беседы вы эксперт номер один, назову вас так, и комментарий ваш нам будет очень важен, а пока я объясню вкратце в чем дело. Итак, с некоторых пор прямые выборы мэров у нас отменены, однако не так давно прокуратура Архангельской области протестовала то положение закона, по которому главы поселений назначаются местными советами депутатов, так же, как главы муниципальных районов и городов. То есть протест предполагает, что необходимо проводить прямые выборы глав поселений. Одним из первых на эту новость на своей странице в социальной сети отреагировал депутат областного собрания Юрий Шаров, опубликовав текст прокурорского протеста. Предлагаю всем любителям демократии познакомиться вот с таким интересным документом. Это протест прокуратуры Архангельской области по поводу недопустимости ограничения порядка избрания сельских и городских глав в регионе. Теперь этих руководителей назначают де-юре местные депутаты, а де-факто исполнительная власть Архангельской области. Прокуратура поправила заблудившихся депутатов. Спасибо коллегам юристам. По поводу протеста прокуратуры Архангельской области высказался и депутат Госдумы Ярослав Нилов. Сегодняшний протест прокуратуры это лишь результат, а точнее даже сказать не результат, это реакция прокуратуры на появившееся определение Конституционного суда, где говорится о том, что при определении глав сельских поселений невозможна безальтернативная процедура. То есть если депутаты выбирают главу сельского поселения, то обязательно должно быть несколько кандидатов, которые были отобраны соответствующей конкурсной комиссией, а не так, как сейчас возможно всего одна кандидатура. Поэтому я понимаю, что если депутаты поднимут вопрос захотят, то вплоть до возвращения к прямым выборам глав сельских поселений, хотя как мы видим доверие у людей к выборам подорвано. Поэтому полагаю, что депутаты рассмотрят соответствующие документы, которые подготовил Конституционный суд и в данном случае рассмотрят требования прокуратуры о том, чтобы все было определено в соответствии. То есть региональное законодательство должно соответствовать федеральному законодательству и должно соответствовать тем нормам, которые определил Конституционный суд. Депутат областного собрания Станислав Второй был в числе ярых сторонников земской реформы, лоббировал новшества в закон. Сегодня мы попытались с ним связаться по телефону, но Станислав Алексеевич сказал, что не будет комментировать этот вопрос, хотя комментировать есть что, ведь на закон возлагались большие надежды, которые могут теперь не сбыться. Вот и слова губернатора региона подтверждают это опасение. 137 глав, готовящихся к избранию в регионы, подвисают на ниточке. Ничто с ними делать. 137 человек поселенческого уровня сейчас будут размышлять, то ли им сейчас избираться, то ли назначаться через комиссию. С этой проблемой может столкнуться и будущий глава Коряжмы. В начале марта его должны выбрать депутаты местной городской думы с одним из них Александром Калининым мы связались по телефону. У нас город разделился на две части. Одна часть это представители группы Американской компании, другая часть населения и депутаты представляют интересы города. И вот сейчас парадоксальная ситуация сложилась. В городской думе большинство депутатов это депутаты партии Родина и справедливая Россия. и большинство и они имеют возможность принимать любые вопросы. В данный момент вот эти как раз депутаты они представляют интересы группы РИМ. Причем партии Родина представлены в основном работники группы РИМ. А партия справедливая Россия полностью ее поддерживает. И сегодня такая ситуация сложилась, что в комиссию которая будет отбирать претендентов на свой город. И жули 4 человека на сессии которые как раз от партии Родина и справедливая Россия. Звони всех претендентов которые будут подавать заявления и проходить через фильтр которые назначены там 4 человека администрации Конгрессской области и 4 человека городской думы. Такая получается потратилась ситуация. Значит если им не удастся примести своего человека и администрация области настоит на своем кандидате то они по всему на сессии большинство голосов заблокируют. То есть снова выдвижение снова значит отбор и уже потом они могут провести кандидата который представляет интересы группы РИМ. Виктор Николаевич ну еще до принятия вот этого закона вы заявили о себе как о противнике отмены народных выборов то есть получается для дели в воду. Да жизнь подтвердила мою правоту как кстати было и по другим вопросам вот я остаюсь сторонником выборов всенародных прямых выборов но видите получилось что и мы с депутатами областного собрания об этом не раз спорили говорили направляли записки федеральный закон предполагает разные варианты решения вопроса и муниципалитеты могли бы сами определиться что всенародные выборы или назначение через комиссию где наиболее комфортная ситуация где она и вот людям более близко такую надо форму выбирать вот сегодня получили протест поэтому депутатам областного собрания придется его рассматривать и принимать это решение поэтому мы их предупреждали об этом окончательная точка в этом вопросе все равно будет поставлена депутата им придется скажем так вот эту ситуацию разрешать но это по закону их исключительное право поэтому они этим правом распорядились некоторое время назад в прошлом году вот сейчас им надо будет преодолевать и решать протест прокуратуры которая совершенно справедливо внесла протест но как вы думаете это только первые ласточки вот этих вот протестов недовольств скажем так да вот этим законом я думаю что да потому что все равно люди всегда хотят быть причастны к выборам хотят они этого я знаю Архангелогородцев да сегодня выборы может в некоторой части себя дискредитировали но надо делать все для того чтобы возвратить уважение людей доверие людей вот на чем надо работать для этого просто нужно работать вот выполнять поручения людей беспокоиться о людях разговаривать с людьми и тогда они поверят поэтому не в этом причина вот в этом как раз поэтому работать надо и я думаю что эти будут и мы через несколько лет вернемся к прямым выборам мэра города ну во всяком случае в городе Архангельске так точно спасибо Виктор Николаевич за вашу точку зрения и мы продолжим работать в прямом эфире сейчас еще об одной новости но уже федерального масштаба о ней в своем телеблоге нам расскажет Михаил Силантьев здравствуйте сегодня мне хотелось бы поднять такую интересную тему которая вызывает много дискуссий как введение у нас в России в конце 16-го уже текущего года продовольственных продуктовых карточек которые были уже обещаны Министерством Минпромторгом Российской Федерации и сейчас идет большая работа по их подготовке что это такое вот когда снова возникает этот вопрос многие люди говорят ну это мол как войну или как во времена всеобщего дефицита нам будут давать какие-то талоны по которым мы сможем покупать определенные виды продукции но это на самом деле не так вот как бы не говорили но на самом деле мы сейчас с этими картами копируем тот опыт который есть у зарубежных государств значит на самом деле это и в Америке и в Европе во всех развитых странах эти карты работают и работают очень давно ведь не секрет что у нас тоже социально ориентированный бюджет и мы в этом бюджете закладываем большие достаточно средства даже в нашем нищем бюджете Архангельской области там много миллиардов рублей заложено именно на поддержку малобеспеченных различных слоев населения это и многодетным и ветеранам и так далее и тому подобное так вот к сожалению очень часто наши малообеспеченные люди вместо того чтобы купить продукты себе тратят эти деньги на спиртное на табак а то и еще на что-то там не самое важное я бы сказал так вот на западе этот перекос ликвидировали таким образом чтобы ввели продуктовые талоны продуктовые карты это электронные карты типа банковских по этим картам каждый человек может получить либо со скидкой большой достаточно скидкой либо значит бесплатно даже какие-то гарантированные государством продукты питания по определенным гарантированным ценам в чем еще плюс этого да это вот значит на самом деле получается что малообеспеченные группы населения получат дешевле продукты они получат больше по сути дела продуктов чем если бы они получили те же самые 500 рублей дотации государственной и смогли бы что-то купить здесь они получат гораздо больше за счет чего за счет того что эта продукция будет закуплена оптом у местных сельхоз товаропроизводителей прежде всего это что касается сельскохозяйственных продукций ну и местных российских производителей одежды еще чего-то в чем здесь плюс во всем мире вот мы когда смотрим телевизор мы видим что у них очень хорошо развита система фермерства система кооперации отчего это неужели у них фермеры настолько позволяют себе продавать там зарубеж да нет значит или у них фермеры разве в торговые сети тоже их поставляют тоже нет у них тоже нет этого проблемы значит дело в том что их фермеры как раз производят львиную долю своей продукции которая идет именно вот по этим продуктовым картам и мы очень надеемся что сейчас вот эти деньги которые будут направлены на программу продовольственных карт они будут значит отправлены именно на закупку продовольствия у наших местных фермеров да для этого надо еще поработать значит в чем основная проблема наших фермеров вообще и сейчас и в будущем это то что они могут произвести гораздо больше продукции и я вот и раньше выступал говорил что в свое время еще при царе наши фермеры снабжали и значит Европу и все столичные наши города именно жители Архангельской там Вологодской губернии и мясом и молочными продуктами и другими но к сожалению у нас сегодня нету системы сбора вот произведенных продукции то есть вот я езжу по районам я с многими говорю можешь вырастить больше продуктов да ради бога но куда я отодену и вот эта программа значит продовольственных карт когда мы точно знаем сколько нам продуктов нужно для того чтобы снабдить наших малообеспеченных мы закупаем именно этот объем продуктов пофиксируем государственным ценам фермер имеет гарантированную государственную цену производства продукции он знает что на следующий год у него купят он сегодня садит картошку он эту картошку знает что у него там 100 тонн этой картошки у него государство купит и в этом случае у нас будет мощнейший расцвет фермерства это колоссальные деньги пойдут на село это стимулирует создание кооперации между фермерами ну а кооперации мы еще поговорим в следующий раз главное что я хотел бы отметить это то что бояться вот этой программы продовольственных карт не стоит это говорит не о слабости государства а наоборот о развитии нашего государства и о возможностях не только дать дешевые продукты нашим малообеспеченным но и дать гарантированную работу нашим фермерам на селе спасибо с вами был Михаил Силантьев Виктор Николаевич вам есть что сказать вот по такой инициативе ну вопрос непростой но хотя заслуживает внимания в городе Архангельске такой опыт есть и не обязательно там ссылаться на американцев мы три года назад в городе Архангельске ввели такую социальную карту для жителей Архангельска 65 лет но проезд транспорте 70 лет это единая социальная карта электронная на которой не только там предусмотрены и не столько предусмотрены муниципальные средства а как раз средства предприятий организации там есть и скидки на парикмахерские услуги бытовые услуги магазины определенные перечень магазинов поэтому это гарантировано и для магазина который действительно придут и купят этот товар по скидке и гарантировано для жителя города Архангельска это можно уже наполнять то есть такой опыт уже есть что касается проезда ну здесь чисто такой бюджетный конечно проект и он необходим и я вот до сих пор встречаю людей они благодарят за то что вот мы три года назад ввели бесплатный проезд ну можно сказать частично бесплатный поскольку там 20 талонов выдается но это очень большое подспорье и подспорье нашим жителям города Архангельска в части проезда в больницу с больницы они же не ездят в гости им главное вот эти услуги в магазин там в учреждения культуры поэтому да это нужно и ничего в этом зазорного я считаю нет но должно быть все цивилизованно вот и расширять этот спектр обязательно необходим особенно в условиях вот сложного социально-экономического положения мы должны обязательно защитить вот такие социальные защищенные слои горожан как пенсионеры как малоимущество граждане поэтому инициатива нормальная ее просто надо развивать ну и продолжить ту линию вот социальной направленности которая уже задана в Архангельске в части да безусловно опыт такой есть Виктор Николаевич и в продолжении законодательных инициатив вот после трагических событий в жилом комплексе Москвы о которых много говорилось в последние дни где в неисправном лифте погиб человек в Госдуму внесен законопроект который ужесточает требования к эксплуатации лифтов сегодня вот только в Архангельской области последние данные 1670 подъемников уже в общем-то изжили свой срок эксплуатации и по последним данным на портале Правда Севера сегодня 32 нарушения в 32 лифтах обнаружено у нас в Архангельске и вот основные положения законопроекта о лифтах нам прокомментирует его разработчик депутат Госдумы Ольга Епифанова 18 января внесли законопроект это поправки в жилищный кодекс который обязывает правительство Российской Федерации разработать требования к эксплуатации лифтов и лифтового хозяйства мы считаем что надо вернуться к старым нормам когда лифты считались опасным объектом эксплуатации их обслуживать должны только специализированные организации имеющие лицензии под жесточайшим надзором жилинспекции и Ростехнадзора к сожалению те нововведения которые были приняты и когда лифты были исключены из опасных объектов они не привели ни к чему хорошему сейчас все все требования к лифту вносят рекомендательный характер и они соответствуют техническому регламенту таможенного союза то есть мы считаем надо вернуть все лучшее старое Виктор Николаевич не ошибусь если скажу что необходимость принятия такого документа назрела уже давно вот как вы думаете станет ли проект закона законом обязательно должен стать потому что Ольга Николаевна совершенно права вот ничего нового нет это хорошо забытое старое и вы помните в прежние времена не так далеко это было очень строго это в лифтерной компании были лицензированные лифтеры обучались это были действительно специалисты допуск поэтому это особый технический объект особенно сейчас время различных катаклизмов разных чрезвычайных ситуаций и так далее поэтому конечно это требует особого внимания я думаю что закон будет обязательно принят и что касается города Архангельска мы эту тему тоже она не нова мы ее поднимали в городе Архангельске несколько лет назад существовала даже программа совместно с депутатами Гордома мы ее разрабатывали и ремонтировали лифты но сегодня средняя цена лифта примерно от 2 до 3 миллионов рублей и конечно это дорогостоящие мероприятия также были предложения включить в перечень капитального ремонта что не было сделано потому сегодня мы должны на государственном уровне по единому стандарту в виде закона определить четко как работать с лифтом и кто а это лицензированная ферма должна быть кто с ними работает то есть это вот мы может быть города Архангельска не так касается хотя основное строительство шло где-то в 80-е конец 80-х годов то есть лифты отслужили уже 25-30 лет то есть они уже два срока а некоторые три отслужили без особого ремонта поэтому задача крайне необходимая и закон надо срочно принимать Виктор Николаевич тема неисправных лифтов о которой мы сейчас говорили она очень созвучна другой теме это обещавшее жилье вот сегодня вы можете на эту проблему посмотреть скажем так на другом уровне как вы считаете можем ли мы переселить всех кто нуждается сегодня в новом обустроенном жилье из аварийного и все ли механизмы сегодня для этого задействуются ну что касается в целом ситуации по России здесь доклады на советы федерации были и у министерства строительства описания нет что в целом по России это будет выполнено ситуацию по городу Архангельску я тоже знаю в Архангельской области есть проблемы у нас были помним адреса в Цигламине и Доковская но думаю что эти объекты будут достроены в этом году здесь есть объективные субъективные причины в основном подвел подрядчик но отвечает все равно за это мэрия и думаю что программа будет исполнена но проблема в том что люди стоящие в очереди и которые будут пересильны это программа и очередь до января 2012 года то уже после этого на этот уже на сегодняшний момент там уже тысячи людей которые уже подошло тоже в них жилье стало ветхое аварийное и вот эти вопросы тоже поднимались на совете федерации и конечно же мы все и я в том числе за то что программа была продолжена потому что без помощи это очень хорошая помощь федерального бюджета без этой помощи конечно городам и городу Архангельску в целом области очень сложно справиться да есть долевое участие сложно в области выделить все средства но их надо выделять и эту программу продолжать в дальнейшем пока что называется не будет переселен последний горожан но я честно говоря всегда был сторонником того что вот последнее на Конзихинской мы сдали дома и сразу процентов 60 наверное люди их продали эти квартиры я сторонник того что не разрешать приватизацию то есть это жилье должно быть социальное иначе люди продают снова покупают в деревяшке и снова встают в очередь и этот процесс будет бесконечным надо четко определиться ну я бы пошел дальше но может я скажу крамольные вещи я бы прежде чем ставить людей в очередь и мы не раз обращались с этой практикой в прокуратуру и судебную практику но к сожалению вот нас не поддержали о том что человек должен доказать что у него нет другого жилья вообще и он действительно является чем человеком и социальное жилье ему необходимо вот ряд бы вот этих моментов предусмотреть и тогда эта очередь бы и люди нуждающиеся действительно в жилье получали бы это жилье ну и чтобы это социальная квартира жилье оно было закреплено за городом непосредственно да безусловно нежели за конкретным человеком который использовалось только для этих целей Виктор Николаевич вот по плану тиженного стройки на Конзихинской о которых вы сказали должны образовывать целый микрорайон а микрорайону нужны будут хорошие дороги вот в состоянии ли Россия сегодня превратить свою беду скажем так в свою победу над бездорожьем Россия все в состоянии сделать вот было бы доброе воля и желание честно говоря поэтому думаю что одной из приоритетных задач конечно являются дороги как в целом по городу Архангельску вот так и конечно же там часть дорог строится за счет застройщиков но это мы понимаем что ложится на квадратный метр и цена там квартиры становится дороже вот но это все делать необходимо как дворовые проезды так и подъезды межквартальные и дороги города поэтому я думаю что совместным усилием эту программу решать надо безусловно и конечно ее тут решать необходимо тоже вместе вот хороший был пример несколько лет назад была такая программа российская федеральные дороги она называлась город Архангельск тоже получал по ней средства и вот консолидация федерального бюджета областного и городского бюджета дали хороший результат мы очень много дорог отремонтировали построили ну к примеру улица наверное самая яркая улица Веучейского вот хороший пример это реализация этого проекта поэтому я думаю что проекты надо продолжать иначе если мы вот дороги они требуют все таки четкости об этом тоже не раз говорил вот дороги там пришли в негодность да потому что мы нарушили цикл если там через 3 года ее положено ремонтировать дорогу капитальную то ее надо ремонтировать 3-5 ну самые большие в городе Архангельске нормальные строительные фирмы давали 7 лет но это крайняк это вот 3 года больше дороги в городе Архангельске не стоят даже при том что соблюдается вся технология но просто соответствующие грунты здесь погода соответствующая то дождь то мороз их рвет разрывает асфальт и вот мы по весне посмотрим что будет твориться поэтому конечно дороги строить надо как бы тяжело не было Игорь Николаевич но как раз в продолжении этой темы у города ведь есть примеры собственные программы развития Архангельска как областного центра о которой кстати много говорилось в году минувшем что документ преобразуют заново примут какие-то внесут коррективы но вот в этом-то году нам чего-то ждать и будет ли помощь из федерального бюджета в том числе Вы знаете ну эта программа предполагает двойное финансирование программа областного центра это с областного и муниципального бюджета ну пока я конкретики особо не видел ну я надеюсь что она будет потому что один это один из немногих механизмов как можно выделить городу Архангельску эти средства потому что есть бюджетный кодекс и только таким способом можно сделать программы дороги России они есть заложены огромнейшие средства и я имею в виду на федеральном уровне в Совете Федерации тоже получила поддержку ну сейчас в связи с ситуацией может быть какие-то статьи будут секвестированы сокращены но я если мне предоставить возможность голосовать я буду голосовать за то чтобы эти расходы на дороге остались обязательно потому что дороги это основа жизни в городе в городе ее развития да и в целом области и всей России новые дороги новые дома они формируют архитектурный облик Архангельска множество современных построек воспринимается неоднозначно но любые современные постройки архитектурные они всегда неожиданно неожиданно настоящего они и тут и там на этих улицах именно из этой мозаики складывается лицо города вот и про современное здание на углу Троицкого и улице Карла Маркса профессор говорит деликатно стильно не мешает восприятию старинной кирхи мы сейчас выходя из автобуса сквозь прострелы в Каванады видим уже кирху это здание очень легко стоит на углу понимаете города интересны неожиданностями в этом смысле наш город я считаю архитектурно динамичный на сегодняшний день между тем сохранение исторического облика Архангельска должно стать главной задачей современной градостроительной политики ну а главное в решении этого вопроса величина постоянная чтобы нам было чем гордиться так сказать чтобы было приятно ходить по улицам этого города чтобы глаз натыкался на всякие такие вещи Архангельск как любой современный город калаш из старой архитектуры и новых строительных решений город в котором есть место и прошлому и будущему Елена Матвеева ПСНФОРМ Виктор Николаевич ну а сейчас о настоящем нашего города вот строительство терминала у морского ручного вокзала новый архитектурный объект сегодня самая обсуждаемая градостроительная новость суд запретил строительство горожане кто-то за потому что комфортно удобно будет ждать тот же транспорт кто-то против потому что нарушает облик архитектурная Архангельска ну а инвестор собственно деньги вложил и немалые в проект вот вы как считаете нужен ли нам такой терминал или я бы даже шире спросил нужен ли городу архитектурный объект многофункциональный универсальный сегодня давайте я чуть позже на этот вопрос отвечу конкретно я очень хотел поблагодарить профессора Барашкова Барашкова да уважаемого и полностью разделяю точку зрения спасибо им огромнейшее действительно вот сейчас живу работаю в Москве Москва тоже представлен это тоже исторический город и так далее но это и современная архитектура современное строительство и поэтому и город должен иметь такой облик хотя много критики и торговые центры современные тем более что они являются в полном смысле там торговыми центрами где одно там шматеж что называется там продается а это торгово-развлекательные центры где есть и кино и где люди приехавшие с периферии особенно ребятишки могут на эскалаторе покататься не обязательно для этого ехать там в Москву в Санкт-Петербург и можно в хорошую кафешку сходить и молодежь там извините тусуется в хорошем смысле это слово общается потому что у нас 9 месяцев зима это тепло уютно красиво и так далее при этом конечно же то что мы говорим архитектурно-историческое облик он должен сохраняться Чумбаровка и тут непочатый край работы в Чумбаровке мы там сделали какой-то первоначальный этап там положили плитку и думаем что мы уже облику архангельска кстати там она была в свое время деревянная может и вернуться что это будут мостовые потом деревянные да и сами дома надо приводить в порядок и заборы и дворы и так далее вот много других исторических зданий то и другое что касается спорного терминала безусловно я принимал решение по его строительству это был целый проект он обсуждался и так далее ну мы не закрываем никаких исторических зданий не мешаем вноустроящуюся храму вот величественную храму но идея-то действительно была о том что это будет терминал современный это будет возможность вот те киоски живопырки которые вокруг него мы эту площадь очистим они им предоставлены возможность расположиться в этих павильонах красивые павильоны за счет строителей приводится все в порядок здесь электронный учет автобусов то есть это основное это и борьба с нелегальными перевозчиками то есть этот терминал эти терминалы решают и другие задачи комплексные задачи а мы вот рассуждаем о том что вот кому-то нравится не нравится да если бы и мы Игорь Анатольевич Орлов прилагал усилия для того чтобы вот существующий морской речной вазак вернуть в транспортную схему города Архангельска тогда бы на речи вообще не шло о строительстве этих новых терминалов но он превратился просто в торговый центр и это вынужденная была мера строить вот эти терминалы поэтому нужен и надо сделать все для того чтобы его достроить и действительно вместо вот этой долгостроительства да вот получить красивый красивый терминал благоустройство сделать и это тоже будет некоторой визитной карточкой нашего города много споров по строительству там домов на набережной целый микрорайон но санкт-петербургские архитекторы выиграли на всероссийском конкурсе строят ведут этот проект но что плохого где там мы закрыли исторические угли города Архангельска с воды там вообще красиво поэтому совершенно правильно говорит профессор Барашков город чтобы он был городом и становился обликом этого города он должен быть разноплановый как поется в нашей пице старинный и молодой совершенно верно Виктор Николаевич таким город и предстает у нас вот в тех местах которые вы обозначили и терминал около МРВ площадь и набережная Северной Двины но вот есть место о котором вроде как в городе незаслуженно подзабыли это территория у железнодорожного вокзала она ведь тоже может быть нашей визитной карточкой вот сегодня специалистам РЖД поручено до 1 января сформировать некий пакет предложений вот вы бы что в этот пакет предложений вложили я полностью на стороне того мнения что там все эти киоски они мне еще достались наследство и мы 8 лет их не могли убрать во первых надо все убрать и площадь перед ЖД вокзалом очистить она достаточно красивая площадь сейчас и приведен в порядок сам железнодорожный вокзал и перу он приведен в порядок а вот стоянку и значит благоустроить перед вокзалом это необходимо сделать поэтому конечно надо всеми законными способами принять меры о том чтобы все эти киоски убрать так как я думаю что будет в дальнейшем сделано перед морским речным вокзалом вот что нужно сделать потому что это действительно облик и сейчас с нашей помощью там прекрасная церковь напротив она достаточно вписывается в архитектурный облик архангельская поэтому вот надо убрать и очистить и сделать благоустройство может какие-то фонтаны город Архангельский мечта моя была вот о том чтобы конечно в городе Архангельск появилось как можно больше фонтанов но мечта комфортная городская среда да комфортная городская среда из этого и складывается она комфортная городская среда как бы там кому-то нравится вы знаете я отработал 8 лет и ни одна стройка в городе Архангельске не начиналась без конфликта то ли это жилье то ли это торговый центр потом люди привыкают вот Титан Арена посмотрите с замечательным хоккейным кортом люди отдыхают катаются на коньках что в этом плохого тепло светло красиво уютно подземная парковка наземная парковка я считаю что город должен развиваться а это и рабочие места это же тысячи рабочих мест это налоги за землю это НДФЛ куча всяких нельзя рассматривать это с точки зрения вот такой меркантильный это мне не нравится это может человек рассматривать наверное в рамках своей квартиры что-то ему нравится то мне нравится пусть он там как хочет а здесь есть интересы города перспективные интересы города вот и просто облик столицы Виктор Николаевич ну те темы инициативы которые мы обсудили относительно градостроительства они далеко не последние вот еще одна появилась по преобразованию городского пространства речь идет о памятнике Сталину объявлен сбор средств уже названы предполагаемые сроки даты установки общество как всегда разделилось на сторонников противников инициативы например преподаватель Ирина Пономарева написала открытое письмо где обозначила свою позицию в этом вопросе для меня эта ситуация не политическая а нравственная потому что я считаю что в нынешней исторической реальности нужно в первую очередь восстанавливать вечные неприходящие ценности но ни в коем случае не нужно совершать таких акций которые могут дестабилизировать общество разделять людей поэтому безусловно мое письмо было продиктовано желанием противостоять акции по поддержке бесчеловечности в первую очередь и я писала о том что публичная реабилитация и прославление человека виновного в гибели унижениях и преследованиях наших соотечественников оскорбляет память и всех жертв репрессий их родных их родственников и конечно же угрожает общественному миру и спокойствию Виктор Николаевич вы под таким письмом обращением поставили свою подпись да безусловно поставил поддерживаю такую точку зрения лично я против и вот не вдавая подробности просто скажу одно что вот репрессии которые вот и коснулись моей семьи там где-то в 37 году был репрессирован да ни за что ни про что вот поэтому я против есть конечно роль личности есть культ личности безусловно но я против памятника Сталину в городе Архангельске вот если в целом говорить о памятниках вот у нас есть разные мнения вот наблюдаешь туристы сходят с корабля приезжают на автобусах сразу стремятся на нашу главную улицу пешеходную Чумбаровку о которой вы сегодня говорили радуются нашим памятникам и наши памятники в фотолентах всех возможных мировых интернет порталов в то же время снобы скептики говорят о том что памятниками Архангельск излишне милитаризируется скажем так военизируется а кто-то например говорит о том что памятник в сквере Победы жителям военного Архангельска наводит некую тревогу вот что вы можете сказать о такой полярности мнений значит за время своей работы вот за 8 лет где-то 15 памятников в городе Архангельске было поставлено но памятник стела город воинской славы ну тут наверное бесспорно хотя были тоже противники этого зачем этот памятник ставить теперь это действительно такое место культовое патриотическое место памятник адмирала Кузнецова тоже и так далее и так далее там памятник тюленю эти памятники там они что называется по поводу я думаю что носят воспитательный характер вот что касается памятника который вы привели нет я думаю что он памятник это памятник воспоминания о тех страшных годах и о бомбежке которая была в городе Архангельске поэтому он не тревогу вызывает а вот действительно печаль по тем страшным временам и наверное заставляет задуматься о хрупком мире о каждом человеке о том что мир надо беречь вот мне кажется этот монумент ну кроме этого в городе Архангельске особенно на улице Чумбаровка есть памятник которые ну и Козьмы Прутков вроде там сказать нашему герою там писателям есть поморки и я считаю что ну мы приняли такое решение есть там синий молини да приняли такое решение я думаю что эти так называемые малые архитектурные формы они тоже нужны это улица пешеходная люди фотографируются это радует глаз не знаю я так считал что это необходимо если кто-то считает по-другому ну можно их не строить но только ломать не надо уже построенное потому что это действительно стало люди это любят вот фотографируются туристы это становится брендовым местом ну вы посмотрите там из других танк который да столько меня там полоскали за этот танк который я поставил у городского дома офицеров бывших ну это же сегодня место встречи танкистов это молодежь собирается это же здорово да ну что в этом плохо металлизирует ну что в этом плохое пушка которая в сквере победы ну там я как не еду там ребятишек просто полным-полно значит это тоже воспитательный эффект имеет то есть все хорошо конечно в меру по поводу и во благо ну и в конце концов это наша история это наша память ведь памятник от слова память поэтому что касается серьезных памяти я еще раз говорю стала город воинской славы память город воинской славы адмирал знаменитый память да они носят различный характер тюлень ну просто спасшие от голода архангелогородцев вот то есть еще раз говорю есть памятники по поводу каких-то случаев да по поводу каких-то героев но есть памятники которые ну можно сказать другого порядка более легкие что называется памятники посвящены вот таким сказочным героям все это должно быть обязательно и не должно это развиваться должно только там быть красиво эстетично да еще должен сказать что большинство памятников они построены не за счет бюджета они построены за счет меценатов спонсоров ну почему нет если этого хотят наши меценаты почему не поставить зеленая улица ну и в конце концов благодаря этим памятникам этим событиям которые у них отражены наш архангельск заслуженно имя несет как поется потому что он город воинской славы ну это особый случай я бы вот наверное только в эту череду поставил только памяти кузнецову потому что это тоже относится к войне к заслугам нашего города но это особый я тут в один выбор ряд это не ставил это особый случай город действительно наш заслужил это высокое звание и конечно я думаю что мы должны этим гордиться Виктор Николаевич сейчас предлагаю от городского масштаба очень интересной темы переместиться в масштабы региональные в региональное пространство на очереди региональные новости в нашей программе о них через мгновение непогода внесла серьезные коррективы в работу зимней автотрассы в Ненецком автономном округе метель застала на автоземнике из республики Коми 27 автомобилей с помощью специальной дорожной техники колонна пробилась сквозь снежные заносы к дорожно-ремонтному пункту где была возможность переждать ненастья последние новости по ситуации сообщил нашей программе по телефону временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу Андрей Брилев погодное явление а именно связанное с низовой метелью данный автоземник был закрыт для всех видов транспорта и по настоящее время он остается закрытым вот та техника которая в сопровождении бульдозеров с поселка Корьягинский вышла да в сторону Нарьянмара они добрались до пункта обогрева где есть можно попить горячего чая покушать отдохнуть метель вроде как стихла вот установилась единственная более теплая погода вот и имеющиеся колея учитывая что грузовой транспорт на этом дорожно-ремонтном пункте они потихоньку пробиваются там было ориентировочно 21 единица техники сейчас осталось ну и потихонечку двигаются в сторону Нарьянмара осталось вроде как 10 по последней информации остальные двигаются в сторону Нарьянмара и как только температура опустится ниже 10 градусов мороза сообщили также в службе МЧС трассу приведут в порядок на автоземнике в готовности стоит 23 единицы уборочной спецтехники а какие новости в Новодвинске узнаем у журналистов компании Нур-ТВ на связи с нашей студией Дарья Евграфова коллега добрый вечер здравствуйте Артемий в Новодвинске коммунальщики борются с последствиями сильных снегопадов на дорогах города они с этой задачей справляются а вот во дворах дела обстоят хуже конечно это не единственная коммунальная проблема в нашем городе недавно к нам обратили жители дома 36 по улице 50-летие октября в подъезде их дома опасно и проблематично передвигаться а причина всему сильный туман это испарение горячей воды которая вытекает в подвале дома из прохудившихся труп дом по адресу 50-летие октября 36 секционный здесь много коммунальных проблем но в последнее время больше всего их беспокоит парящий подъезд сильная влажность и старая проводка могут стать причиной короткого замыкания и пожара жильцы боятся находиться в доме ведь от сильного пара очень пострадала кровля дома в подъезде у нас бардак абсолютный бардак все коммуникации в подвале не заменены поставили общий домовой счетчик коммуникации не заменили и у нас все парит как воду дали отопление так сразу начало парить ну с октября месяца все заведение давали давали сами что-то приезжали делали тут три дня но все равно ничего не сделали а какие-то высоты все равно приходят ну постоянно что-то там перерасчеты жители этого дома хотят жить в нормальных условиях но кому обращаться за помощью не знают каждый из соседей не раз пытался узнать кто же отвечает за содержание их дома сейчас у нас управляющей компании нету от нашего дома отказались так мне сказали сети вот как компания сети дома 36 и 36а на улице 50-летие октября действительно долгое время были бесхозными но с 25 января заключен договор с управляющей организацией зеленый город возможно теперь ситуация изменится хотя эти дома очень проблемные люки на крышу и в подвал всегда открыты поэтому здесь обитают бездомные новой управляющей компании предстоит также разобраться с квитками счет заводу уж очень большой многим жильцам пришли письма с требованием оплатить долг откуда он взялся люди не понимают у меня долгов нету у меня все оплачено все квитанции собраны за год вот у меня даже за больше у меня нет долгов я пошел мне там ничего не объяснили вот и все вот а насчет пару мы обращались вызывали сети несколько раз они проверяли сети говорят на магазин магазин тоже как бы не при делах вот жители этого дома не опускают руки а пытаются добиться порядка чтобы жизнь в этом доме не была похожа на кошмар вся надежда на зеленый город Дарья Евграфова Егор Володенко телекомпания Норд ТВ В Мирном завершились всероссийские юношеские соревнования по бадминтону на Куба главы города у кого в руках оказался главный трофей узнаем из нашего сюжета Здравствуйте с вами город космических стартов Мирный и я Дарья Волкова здание за моей спиной наш спортивный комплекс звезда именно здесь прошли традиционные всероссийские юношеские соревнования по бадминтону Куба главы Мирного участники турнира приехали к нам из Костромы Калуги Орехово-Зуево Краснодарского края и других уголков страны помериться силами на всероссийские соревнования в Мирный приехали больше 50 спортсменов из 14 городов России некоторые участники недавно вернулись с всероссийского юношеского турнира поморский валан у нас было по две тренировки в день я думаю что я хорошо подготовилась игровое расписание было насыщенным за три дня удалось разыграть 72 награды 24 комплекта медалей в первый соревновательный день бадминтонисты выступили в индивидуальном и парном зачетах во второй на площадку вышли участники микстов то есть смешанных пар и одиночки распределили между собой графы турнирной таблицы в третий день состоялись самые важные полуфинальные и финальные игры я бы хотела конечно лучшего результата я проиграла одиночку за выход в 4 я рассчитывала на финал то есть эти соревнования не считаю для себя удачными по итогам соревнований среди бадминтонистов 2000 и 2001 годов рождения лучшими в одиночных разрядах стали Алина Бусыгина из города Гулькевича и Кирилл Карпенко из Калуги у самых юных спортсменов 2004 года рождения и младше золотые награды в одиночном разряде завоевали Тимур Киселев из Солнцева и Анастасия Никитина из Орехова-Зуева впереди ребят ждет первенство России которое пройдет в апреле в Краснодаре ну а сейчас в Архангельск коллапсу на дорогах и проездах было посвящено прямое включение дежурного по городу на канале ПС сегодня днем моя коллега Елена Матвеева вооружившись мобильной камерой стала очевидцем весьма удручающей картины Среди белого дня на автомобильной парковке машина буксует в снегу такую картину сегодня сняла мобильная камера дежурного по городу стоянку гостиницы двина уже который день не чистится от снега в результате легковушка легко застряла в снежной каше вот такая картина в центре Архангельска казалось бы на территории которая закреплена за определенным собственником еле-еле душа в теле машина может выехать я считаю что мы оказались в нужном месте в нужное время потому что пример бесхозяйственного отношения он здесь в общем сквозит он на лицо и таких автопленников за день здесь наберется десяток поток машин всегда колоссальный побуксовав минут 10 легковушка наконец сумела выбраться из снежного плена спешим к ее владелице за комментарием если как-то центральные улицы чистятся то вот во дворы куда-то заезжать очень страшно и опасно вот без помощи мужчины я бы не выехала а у меня важная встреча но такую картину увы сейчас можно увидеть не только на этой конкретной парковке во дворах архангельской машины тоже становятся заложниками горе коммунальщиков да и у торговых центров города картина похожая забывают их владельцы о том что по закону именно они должны содержать веренную им территорию только вот расплачиваться за их забывчивость приходится простым горожанам дежурный по городу Елена Матвеева ПС-Информ Виктор Николаевич Вы почти 8 лет были дежурным по городу скажем так а вот сегодня куда бы отправили мобильную камеру Вы знаете я все-таки выступлю в защиту городских властей и скажу следующее потому что действительно в этой шкуре было 8 лет и совершенно справедливо в сюжете было сказано о том что вот у гостиницы Двина есть гостиница есть магазин серьезный торговый и гостиничный комплекс вот и поэтому наверное руководителям это бы стыдно было вот мне как руководитель просто заключить договор и навести порядок у собственной гостиницы и у собственного торгового центра это первое и конечно все время кивать на городские власти и на коммунальщиков не стоит но есть пробел в законе мы то что называется в ручном режиме с кем-то договоримся кого-то там поругаем постращаем я имею ввиду руководителей фирм организаций и так далее да вот за такое отношение без хозяйства но закон к сожалению есть пробелы в законе не заставить есть территория закрепленная а вот может и в той же гостинице Двина там 2 метра тортовара закреплено и дворник чистит и остальное получается что бесхозная ситуация поэтому конечно это вопрос серьезный еще раз говорю требует внимания хотя в городе Архангельске есть и принят гордумой постановление гордумы о благоустройстве о зеленении где там пункты прописаны поэтому его надо активно применять и у нас уже есть там в городе судебная практика по этому поводу о наказании штрафы достаточно серьезные о наказании у нерадивых так сказать пользователей территории вот поэтому тут совместные усилия должны быть и городских властей и всех нас я вот в городе Архангельске не видел чтобы например на той же стоянке кто-то из водителей взял лопату и просто очистил место под своей машиной то есть в этот процесс если должен быть всесторонний я это делаю например взял лопату раскидал выехал на машине почистил и так далее поэтому сложности нет поэтому сложности нет даже для здоровья хорошо покидать лопаты поэтому этот процесс должен быть вот такой всесторонний а не просто должна быть критика Ну и конечно погода, но не повезло с погодой, есть такие аномальные, я вот тоже всегда возмущаюсь, вот видите, я уже как мэр, возмущаюсь за своих, переживая руководителей города, вот люди возмущаются, вот это возмущение, но есть чрезвычайная какая-то ситуация, ну не чрезвычайная, форс-мажорная, ну больше осадков выпало, служба действительно не справляется, надо или помочь, или потерпеть, для того, чтобы службы все равно приведут в порядок, вот день-два, я думаю, что основные магистрали и проезды будут почищены, управляющие компании, тоже вопросы к ним, поэтому, конечно, сегодня должны работать все, но и требовательность городских властей должна быть, вот приехал, и пока вот не приняты меры, не уезжай до тех пор, пока это не сделано, мы такие меры применяли, и это эффект дает, это вот позапрошлый год, но нам ситуация такая складывалась весной, вот, ну вплоть до увольнения главокругов, и было и такое, поэтому тут жестко надо поступать и руководить в ручном режиме, поскольку закон, к сожалению, не на стороне городских властей. Ну, алгоритм руководства только что нам обозначили в прямом эфире, бывших мэров действительно не бывает, побоюсь так сказать. А все-таки, Виктор Николаевич, вот куда бы вы сегодня, ну, минуя там коммунальные проблемы и прочее, пошли у нас в Архангельске с мобильной камерой, о чем бы рассказали горожанам, напомнили, может быть? Я бы, конечно, пошел на Чумбаровку, вот, пошел бы на набережную, это действительно такие любимые места, и не только, наверное, мои, а большинство горожан, это действительно, многие приезжают, удивляются, что у нас такая красивая набережная, не в каждом городе она есть. Рассказал бы, что в нашем удивительном городе, на самом деле старинном и молодом, и попросил бы всех горожан быть неравнодушными, не кивать друг на друга, а действительно общими усилиями сделать наш город краше, прекраснее. Это действительно удивительно прекрасный город. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за то, что сегодня согласились прийти к нам в студию, спасибо за интересную беседу, интересные акценты, моменты и темы для будущих бесед сегодня вы задали. Надеюсь, что все проекты, в которых сегодня нуждается область, они будут реализованы, ну, а значит, наши новые встречи не заставят себя ждать. Спасибо, мы будем стараться. Спасибо. 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 Спасибо.